Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. В прошлом году по нашему дому, по моему песку вернули полтора миллиона рублей. За отопление. Вот в этом году так же верните и все. Дом номер 15, а по улице Дорожная относительно новый, однако и здесь есть свои проблемы. Мусор во дворе и за домом, отсутствие лампочек и дверей в некоторых подъездах, дороги, перегруженные мусорные баки. Вот лишь часть бед, которую озвучивают жильцы дома. Дворик у нас для детей не приспособлен. Машины вот сами видите, где стоят машины? Они должны стоять на площадке, правильно? И нам мешается, и, как говорится, для всего. Дорога плохая. И в третьем у нас вот пивнушка здесь открытая. Она работает с 12 и до 4. Никакого покоя нет. Просьбы, письма и обращения к управляющей компании глобальным изменениям не привели. А тут еще и людям отказали в перерасчете, сославшись на то, что с недавних пор для этого необходимо собрать подписи всех жильцов в короткие сроки. Возмущенные жители дома решили организовать собрание, на которое пригласили и представителей управляющей компании. Наконец, с текущего года у вас на счету дома по статье «Текущий ремонт» накопится, будут деньги в размере 2 миллионов 433 тысяч рублей. Это только на этот год? Нет, это все накопительное. Не надо, не надо. Это только 1 миллион 386 тысяч, это только за 15-16. Это уже 2 миллиона. А в этом году, если мы там в 15-м 82 тысячи платили, в 16-м 105, а в 17-м вы нам дали 161 тысячу в месяц мы платим за капитальный ремонт. Где у нас эти ремонты? Давайте прислушаемся ее. Где у нас? Перерасчет за отопление. Именно эта тема стала главной на встрече. Представители управляющей компании первым делом предложили жильцам альтернативу. Вместо денег обустройство игровой зоны. Хотя, как связано отопление в квартирах и детская площадка, непонятно. Ведь это абсолютно разные статьи расходов. Видимо, жадность руководителей УЖХ настолько велика, что возвращать деньги населению им не под силу. Образили смету. Дайте, пожалуйста, мы посчитаем, сколько нам должны вернуть за тепло. Молчок, отовсюду, из 6-го, из 8-го подъезда. Старшие по дому говорили, я отправляла. А зачем вы нам говорили? А вдруг вы вам не говорили? Мы имеем право запросить. Мы имеем право запросить. По мнению жильцов, встреча была довольно конструктивной, хоть и проходила порой на повышенных тонах. Люди смогли не просто озвучить свои опасения и беспокойства, но и донести их до сотрудников управляющей компании. Ну, я думаю, что они пришли сюда для галочки и хотели, как сказать, использовать вот этот момент, чтобы не возвращать нам деньги за тепло. Вот, ну вот видите, сколько народу собралось. Если, может быть, собралось меньше, они бы сказали, нет квоты, и мы вам деньги за тепло не вернем. Хотя это не их деньги, они не имеют права их задерживать. Я бы хотела обратиться ко всем старшим по дому. Ходите, требуйте, чтобы вам предоставили отчет, куда деньги уходят, сколько должен будет возврат. Нежелание запутать жильцов, приводя различные цифры, термины, в которых иногда и сам черт ногу сломит. Ни отговорки на любые просьбы и вопросы не смогли сбить собравшихся с толку. Настойчивые жильцы тоже не лыком шиты. Им все же удалось добиться своего. Перерасчет пообещали сделать уже в начале следующего месяца. Однако это еще не конец. На очереди ремонт дороги во дворе дома, расширение парковочного пространства и обновление детской игровой площадки. Так что, как говорится, продолжение следует. Зульфия Амирова, Азад Давлетшин. Время новостей.